Созрела наша смородина, очень вкусная. Пока еще у меня ее мало, только два кустика. Буду разводить постепенно. Посадили еще ряд огурцов, это на глубокую осень задел. Помидорки уже наливаются. Там внизу посадила петрушку, что-то она никак не взойдет, поэтому трава. Новый укроп за помидорами подсаживаю каждые 10 дней. Вот зависть помидорок. Салатик тоже подсаживаю каждые 10 дней. Ну а здесь мы уже вовсю собираем огурчики. Вот такой интересный сорт. Гроздьями налеплен. Правильно попосынковала, поливаем. Подкармливаю органикой. В меру, не перебарщивая, конечно же, органику тоже надо в меру давать. Ну и вот, наши огурчики. Сегодня еще допосынкуем. Если полевые еще у нас только зацвели, то здесь мы уже собираем. Видите, какие красивые с огурками. Вот они еще идут, идут. Зависть. Главное правильно посынковать, поливать. И все будет отлично. Я сажу еще помидорки. Это те, которые тоже на глубокую осень оставляю. Виноградик растет. И маленький виноградик тоже растет. Здесь у нас кормовая свекла. Осенний лук уже лег. Хорошие головочки. Много, правда, не поливали, поэтому он не слишком большой. Морковочка под капельным поливом. Картошку сегодня обработали от колорадского жука. У нас ее немного. Кукуруза. Вот он как поднялась уже. Ну, а это у меня полевой огурчик. Он, видите, только начинает цвести. Вот первые огурчики уже завязываются. Такие я сажу корнишонного типа. Вот скоро и здесь пойдут. Обычно до 23 июня мы получаем уже и полевой огурец. Попосынковали перчик. Тоже он под капельным поливом. Ну, вот уже зависть полевой помидорки. Здесь у нас смекада, здесь помидорка Волгоградка. Ссылочку оставлю, как мы ее садили в глубокие грядки. А сейчас, видите, грядки уже подсыпали. Идет капельный полив. Ну, и зависть на помидорки. Помидорку посылкуем, подвязываем. Снова надо подвязать. Кабачки уже вовсю собираю. Уже делали разные и салаты, и оладушки. Кабачки собираю каждый день. Буду делать кабачковую икру. Ну, а здесь у нас капуста. Вот ее еще сегодня надо просопать. Ну, и видим, поднялась кукурузка. Между рядами кукурузы у нас огурцы, помидоры и свекла. Так, садим для того, чтобы немного притенять от жары нашей. Вишенку уже съели. Зато есть черешенка. К сожалению, пропала у нас красная черешня. Но, слава богу, очень много навязалось желтой черешни. Так что, есть что покушать. И даже, возможно, сварить компот. Зацвела вот такая красавица юка в огороде. Огород тоже должен быть красивым. И вот кабаки у меня тут цветут. Насадили кабачков и кабаков для уток. Но в этом году какая-то у нас проблема с этими утками. Видно из-за логистики во время войны. Доставка сюда яйца инкубационного со сложностями. Но только сейчас вот заказала. Буду инкубировать. И даст бог, через 40 дней где-то примерно будет у меня утка. Вот так идешь по дороге и раз. Смородинку хватану. Ой, вкуснота. Вкуснота. Своё домашнее, живое. Раздолье пёсику. Доняя здесь тоже. Арчибальд. Не лезь куда не надо. Ищет хозяин. Куда делся? А вот и хозяин идёт на просапку. Эти кабачки бомба просто. Пять кустов. Да, один куст, если вам надо. Будете всё лето с кабачками. А мы насадили для уток. А где утки? И мало того, эти кабачки ещё практически без семян. Очень нежные. Классные. Ну вот где он лазит, этот пёс? Где он лазит? Хорошо, маленький. А то бы уже всё мне здесь потоптал. Вот я сопать не люблю. Поэтому у нас сопает Юрочка. Вот такие красавцы. И в кухне ещё ведёрко. КОНЕЦ. Продолжение следует...